Путин, развязав кровопролитную свою захватническую войну против Украины, загнал в экономический упадок Россию, принес смерть в российские семьи. Напомню, уже почти 260 тысяч погибших российских солдат в Украине. И еще Путин создал все предпосылки для смуты, для гражданской кровопролитной войны в самой России. Михаил, на данную минуту, как вы оцениваете вероятность вот такого сценария? Смерть Пригожина вчера приблизит эти процессы кремлевские военные разборки? Несомненно, смерть Пригожина приблизит транзит власти. В каком виде он будет осуществляться, посмотрим в недалекой перспективе. То, что в России будет не то, что революционный процесс, Россия не идет никогда по пути революционным процессом, потому что революция это все-таки такой скачкообразный прогрессивный движение. То есть ты принимаешь для себя решение изменить тот тип устройства, которое является на сегодняшний день неконкурентным. Ну так, скачкообразно изменить. В России возможны только бунты, неценностные бунты, которые будут приводить к перераспределению влияния и благ на разных уровнях власти, ну и к уничтожению тех или иных представителей власти, которые не, скажем так, удовлетворяют на сегодняшний день население, требовавшее выиграть эту войну малой крови. На следующий день вы абсолютно правы, Россия платит большую кровь, абсолютно понятно, что для Путина это не играет никакого значения, для общества, которого не существует в России, я имею в виду гражданского общества, это тоже не играет никакой роли, медиа, политика, всего этого в России не существует, поэтому дискуссии с точки зрения, достаточно ли это цена за какие-то странные амбиции, за попытку захватить чужие территории или уничтожить чужую государственность, не существует в России. Такого диалога в России никто не ведет, и поэтому, конечно, ожидать от них какого-то изменения политического процесса, ну то есть добровольного изменения базовых принципов политики, невозможно. Но на самом деле, безусловно, бунт зреет. И вот это устранение Пригожина, конечно же, наоборот, показывает элитам, что Путин, в принципе, является человеком, не придерживающимся даже по отношению к собственному ближайшему окружению никаких договоренностей, в том числе понятийной договоренности. И, конечно же, оно перед элитами ставит вопрос, готовы ли они жить сегодня в состоянии, когда Путин из-за своей подозрительности может ликвидировать любого, кто есть и в ближнем, и в дальнем круге в политической элите Российской Федерации. Им надо принять соответствующие решения. На мой взгляд, такие решения будут приняты, они будут максимально жестокими по отношению к Путину. Вопрос, когда. Но, опять же, этот вопрос предопределяет... С чего начнется будет. Да, несколькими факторами. Я сразу хочу здесь оговорить, что вот эта вся социальная аудитория, на которую всегда ориентировался Пригожин, она очень агрессивна, медийна, она очень там угрожает Украине, она готова воевать до последнего русского. Но, на самом деле, это крайне трусливая среда, вот эта ультрапатриотическая черносотенная среда. Они сейчас забиваются в норы, они очень боятся, они не хотят, естественно, воевать сами. Они хотят чужими руками, ну вот этими мобилизованными, воевать, убивать максимум украинцев. Но сами они очень трусливые, поэтому, конечно же, они не выйдут задавать вопросы Кремлю. То есть это не та аудитория, которая будет иметь какие-то революционные подвижки. Но другой вопрос, что вот этот русский мужик, классический русский мужик, в какой-то момент его резьбу срывает, и он будет выходить и предъявлять претензии, не потому что хочет другой тип управления, другие вертикали управленческие, а просто хочет кого-то уничтожить, как компенсация за свою неудачную жизнь.